В Красноярском крае в скором времени может появиться социальное арендное жилье, наем которого будет ниже рыночной стоимости на 50%. Этот вопрос обсудили на круглом столе чиновники и бизнесмены в рамках форума строительства и архитектуры. На каких условиях будет сдаваться жилье за минимальную плату в сюжете Юлии Камляковой. Чтобы купить однокомнатную квартиру за 2,5 миллиона рублей, семье придется откладывать ежемесячно по 20 тысяч рублей в течение 10 лет. Аренда же сейчас обходится в среднем 12-14 тысяч. Но у красноярцев в скором времени может появиться альтернативный вариант. Аренда однокомнатной квартиры за 6 тысяч рублей кажется далеким воспоминанием из начала 2000-х. Но в скором времени могут появиться дома и даже целые микрорайоны, где такая плата будет не мечтой, а реальностью. В нескольких городах России уже реализуется программа социальной аренды жилья. Так в соседнем Новосибирске за трешку бюджетники платят 16 тысяч вместо положенных 24. В Красноярске же пока только обсуждают возможность создания программы доступного арендного жилья. Вот что думают жители города о том, что же выгоднее снимать квартиру или взять ипотеку. Конечно ипотека. Конечно ипотека. А почему? Так ты взял ипотеку и платишь нам по 12 тысяч. А сейчас снимать. Она уже твоя. А если снимать будете? Так это каждый раз отдавать собственнику деньги. Это не твое. Ну, в среднем чуть-чуть побольше, наверное, подзавышено, но нормально, потому что есть другие города, где там гораздо тоже еще. Платежи за аренду выходят такие же, как платежи по ипотеке. Так что каждый решает, что ему выгоднее. Проживание в комфортных условиях при минимальных затратах станет возможным, если муниципалитет будет контролировать весь процесс строительства будущего арендного дома. Кроме того, застройщику под гарантией муниципалитета будет выдан кредит по минимальной ставке от 8 до 12% на период строительства. Когда же дом будет возведен, кредитную задолженность покупает федеральное агентство по ипотечному и жилищному кредитованию. Таким образом, строительство дома обойдется дешевле на 20%. Дальнейшее снижение арендной платы должно осуществляться за счет возмещения затрат администрации, либо работодателям, служащие которого будут жить в этом доме. Уникальность этой программы в том, что перед арендатором никаких особых словий не будут ставить. Арендное жилье обеспечивает, наоборот, легкость передвижения человека, как внутри субъекта, например, по городам, так и вообще в России в целом. То есть он приезжает куда-то с целью работать, ему предоставляется арендное жилье. Передумал никаких обязательств, он уезжает, приезжает в другой город работать. Проходите. Квартира площадью 35 квадратов. Сейчас ситуация на рынке недвижимости нестабильна. Стоимость аренды однокомнатных квартир варьируется от 10 до 20 тысяч. И это, если не брать в расчет элитные квартиры. Причина, по мнению риэлторов, очевидна. Цена зависит от спроса. Вот могу сказать, по отношению к однокомнатным квартирам в прошлом году, то цена составляла 15-16 и выше. И квартир очень мало было. Они были очень востребованы. То сейчас однокомнатные квартиры начинаются от 12, 12, 13, 14. И таких квартир много. Сегодня аналитики уверяют, что роста цен на аренду в ближайшее время не будет. Слишком уж много в городе появляется новостройка эконом-класса, которые приобретают часто для сдачи. Но с появлением социально-арендного жилья квартирным спекулянтам придется сбросить цены. Юлия Камлякова, Александр Мельницкий, Андрей Шалаков, Денис Тимошенко и Максим Галат. Новости.